Спасибо, что живой. Эту фразу ждали воины, когда возвращались из Афганистана. Так называется и новый фотоальбом Николая Нестеренко. В нём история тех, кто воевал на передовой. Я просто служил в 345-й, прошёл в десантный полк полтора года. 1982-1983 год. Полгода учебки. А как-то подвиги, не знаю. Мне самое большее хочется сказать о книге. Просто здесь книга такая книга. Я очень впечатлён. Здесь моя фотография здесь есть. И фотографии моих друзей. И самое главное, что здесь смотришь, фотографию как свою очень впечатляет. Вот здесь вот Валера Лаухина с фотографией. Олег Шатохин. Ветераны на этих снимках узнают себя. 45 крупноформатных жанровых портретов земляков, фронтовиков Великой Отечественной, участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Николай Нестеренко запечатлел смелых и надёжных людей. По словам фотографа, таких героев видно издалека. Я сам афганец, поэтому мне эта тема близка. Многих знаю. Союз помог в информационном плане найти достойных людей. Принцип был один. Высшие воинские награды. Выставка – рассказ о тех, кто выжил. Встречаясь с героями снимков лицом к лицу, мы погружаемся в прошлое. А глядя на фотографии, чувствуем атмосферу разрушительной и страшной войны. Нам изменили задачу, и мы пошли на Кабул. Придорели перевал Саланг. Наш убедитель захватывал объекты различные. Я лично захватывал четвертую и пятнадцатую танковую бригаду. Со 181-м взрывковым полпом. Поддержку выставки оказало правительство Нижегородской области, а также и региональное отделение российского военно-исторического общества. Без памяти, без истории не может быть будущего. Потому что это, наверное, основное развитие любого общества – это связь исторической памяти с тем, что мы планируем сделать. Это, наверное, связь поколения, приемственность поколения. Дарья Кульбакина и Виталий Кудрявцев. Время новостей.